Развивающие программы для школьников звучит как-то, ну, прям, скажем, незахватывающе. Но сейчас Максим Багаев оторвется от Антона Моцкуса и расскажет. Нет, это я от него. Максимально захватывающе. Мы готовимся к школе. Тебе уже поздно. Уже не поможет. Нет, почему как бы? Век живи, век учись. То есть мы же тогда уже шутили про знания про динозавров. То, что как бы мне 4 года, моему сыну 4 года. Так что у Антона все впереди. И вот эта вся информация, как правильно использовать гаджеты для школьной программы, то есть они тоже пригодятся. Первый момент. То есть есть очень классный бонус, который мы получаем от использования различных программ, которые позволяют нам добавить нашу образовательную подготовку нашего ребенка. Расширить ее. Это некий самый простой, беззатратный для родителей, очень надежный способ профилирования ребенка. То есть мы можем сразу же, посмотрев те занятия, которые ему являются интересными, то есть понять просто его профессиональные склонности. То есть для меня лично это очень очевидно, потому что у меня сын зарегистрирован на нескольких образовательных платформах. Я вижу, что занятия по информатике, то есть где надо писать какие-то программы, где идет какой-то, выберите угол, поверните, стрельните туда-туда. То есть его очень привлекает. И этот раздел выполнен на 90 с лишним процентов, и при этом русский язык сделан на 5 процентов. То есть в принципе понятно, что гуманитарий или техник растет, то есть ответ довольно очевиден. Второй момент, вообще я считаю, что если что-то хорошее произошло в 2020 году, то есть ну а вообще мало чего, мало чего хорошего произошло. Так вот, необходимо понять, что вот перевод на удаленное образование, то есть это была плохая история, то есть она достаточно серьезно снизила, то есть и уровень образования, то есть лишняя нагрузка на детей и на родителей. Но то, что мы узнали огромное количество сервисов, которые позволяют учиться удаленно, и сейчас их можно использовать как дополнительное обучение, вот это самое ценное, что мы можем взять из 2020 года. То есть если вы пользовались такими платформами, как учиру, как учебникам, как степикам, то есть Оксфордам, вот все эти платформы, которые направлены для школьников и которые позволяют там получить кучу бесплатных занятий от первого там и до одиннадцатого класса, это просто прекрасно. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте в ребенке соревновательность, то есть говорите, слушай, там у тебя в классе есть некое соревнование по учиру, а у тебя сколько баллов, а сколько, как бы, а сколько у Лизы, а сколько, как бы, у Пети, как бы, и вы начинаете его просто втягивать в эту историю, как бы, ну, тем самым получая некие дополнительные занятия, которые ребенок сам выполняет по тем темам, которые ему интересны. То есть это первый момент. Второй момент, конечно, есть масса приложений, которые позволяют подтянуть знания, то есть по определенному направлению. То есть, ну, там, во-первых, это, конечно, языки. То есть мы, как бы, все взрослые знаем, что 15 минут в день надо учить новые слова или столько-то слов. И не делаем этого. И не делаем этого, да, абсолютно верно. Но я вам уже рассказывал, что у нас, если у ребенка есть смартфон, да, то есть понятно, что он сейчас по новым правилам, конечно, в школе во время уроков им не может пользоваться, и это здорово. То есть, но у нас появляется возможность контролировать то время, которое он проводит в каждом из приложений. То есть мы можем сказать, у тебя есть час, а у тебя есть еще час-пятнадцать в приложении, например, там, Дуолинго. То есть и тем самым, как бы, мы его, как бы, немножечко подталкиваем. Он такой, ну, как, у него все закончилось, как бы, а вот там, где в игровой форме, как бы, то есть у него есть английский, то есть это для него еще возможность провести 15 минут, то есть с гаджетом, который ему интересен. То есть тем самым мы можем его подталкивать к чему-то интересному для нас. Опять же, есть масса правильных привычек, которые необходимо развивать с детства. То есть такие вещи, как планирование своего дня, такие вещи, как создание, как бы, списков дел и так далее. То есть вообще, это просто здорово, как бы, то есть и вот на моменте, когда они дико хотят в этот гаджет погрузиться с головой, как бы, а мы, как бы, хотим, чтобы это погружение было максимально полезным, то есть мы можем этим пользоваться. То есть это такой легкий лайфхак, то есть еще раз повторюсь, то есть родительский контроль либо Google Family Link, настройка приложений и добавление времени на те приложения, которые являются для нас, ну, там, понятно, полезными привычками в будущем. Очень серьезный вопрос. Мы рассказывали уже про то, что у нас поддерживается то, что там техническое образование, дети в будущем становятся программистами, то есть у них у кого-то есть математические склонности, у кого-то нет. И правда такова, что все программистами не станут. То есть это правда. То есть очень, ну, во-первых, как бы, во-первых, и не надо, ну, то есть Индия как бы верит, то есть там Бангалор миллионов, короче, миллионов программистов учит, тем не менее. У нас, если мы приходим в любой класс, посмотрите любое выступление, там, Алексея Саватеева, то есть вы, он всегда делится о том, что нет никакого среднего уровня математических способностей. То есть точно так нет среднего уровня по отношению к решению задач по программированию. То есть всегда в классе есть дети, которые даже если делают занятия, то есть готовятся и так далее, то есть они не могут, то есть разрешить определенные задачи. То есть есть те, которые решают их просто на два. То есть и точно так же программисты, когда вырастают, у них нет никакого нормочаса. То есть, там, 10% наиболее талантливых программистов делают задачи, там, в несколько раз быстрее, чем, как бы, там, 90% отдельных. И, как показывает практика, то есть, когда мы начинаем со скреча, то есть, вот, там, мы... Да, то есть, мы начинаем в садике вот эту анимацию, вот этих всех динозав... Нет, не вот этот скреч. Скреч — это программа, которая позволяет делать свои мультики, которая позволяет делать некие, там, свои последовательности и так далее. Дали алгоритмы, там, базовые, как бы. Так вот, когда ребенку, там, 4-5-6 лет, то есть, он такой погружается в скреч, ему все здорово, папа, давай, я нарисую мультик, это прикольно. Но где-то с класса с пятого уже можно учиться более серьезным дисциплинам, такими, как, например, там, изучать Python. В восьмом классе начинаются всероссийские олимпиады. То есть, во-первых, мы за это время очень быстро поймем, то есть, если ребенок... Если ребенка не тянет. То есть, программирование весьма, как бы, такой затратный, весьма такой специфичный вид деятельности, то есть, очень большому количеству людей он просто не заходит. То есть, если ребенок уже, там, в пятом-шестом классе понимает, что нет, то есть, это, как бы, это не мое, это прекрасно. То есть, это возможность, как бы, там, заняться, как бы, развитием других, как бы, других способностей. А вот тех, кого это зацепляет, то есть, сначала мы начинаем со скретча, то есть, естественно, на компьютерах дома, если у нас дети дошкольного возраста, ну, я просто дико советую его, конечно, иметь, да. В дальнейшем нам необходимо его переводить уже на более... Да мне аж самому захотелось. Слушай, на более тяжелые языки программирования, чтобы получать дополнительные баллы к ЕГЭ, чтобы иметь возможность получить преимущество при поступлении в топовые вузы. Я скажу так, если уж в Силиконовую долину не уедет ребенок, то без работы не останется, ну, зная программирование, язык какой-нибудь. Мне кажется, даже, что у него будет Силиконовая долина вообще везде, где он захочет, потому что, то есть, вот, спрос на сеньоров, он таков, что, как бы, что тебя найдут в Гадюкино, вообще, просто без проблем. И заплатят тебе очень большие деньги, поэтому вот этот вопрос развития гаджета, правильного управления времени детей, то есть, направление их энергии, желания работать с гаджетами в создание правильных привычек, в создание правильных навыков, то есть, и профилирование, которое позволит в дальнейшем, то есть, выбрать правильный, ну, выбрать то, чем он, как бы, будет готов заниматься долго и успешно. Это самое полезное, что мы можем получить от гаджетов. Ну, топ-название еще раз этих сервисов, если кто-то только начинает. Ну, то есть, во-первых, да, то есть, во-первых, если вы идете в первый класс, конечно, то есть, вас сразу же в большинстве школ познакомят с учирум, то есть, вот это первое. Второе, у Яндекса есть два сервиса, то есть, Яндекс.Учебник, то есть, и Яндекс.Школа. Дальше, Степик, то есть, запомните, то есть, тоже хорошая платформа, то есть, и Оксфорд. То есть, вот, я думаю, что четырех вам будет достаточно для того, чтобы, по крайней мере, начать давать ребенку дополнительное образование. Я же обещала в начале разговора, что это будет захватывающе. Действительно, в конце разговора хочется и себе скачать, и тоже лишним не будет погрузиться в эти школьные знания, которые на самом деле пригождаются всю жизнь. Спасибо большое. Я пошла скачивать учие руки.